В Петропавловске могут повысить стоимость голубого топлива сразу на 30%. Но это только в том случае, если в антимонопольном ведомстве заявку компании Горгаз удовлетворят в полном объеме. Тогда платить за кубометр голубого топлива петропавловцы будут на 128 тенге больше. Моя коллега Кристина Горбаченко побывала на публичных слушаниях, узнала аргументы монополиста и претензии потребителей. В последний раз тариф на газ в Петропавловске повышали в прошлом году на 5%. Один кубометр голубого топлива стал стоить в 429 тенге 18 иинов. Аппетит монополиста значительно увеличился. В конце февраля компания Горгаз подала заявку в антимонопольное ведомство об увеличении стоимости голубого топлива сразу на 30%. Причин называют несколько. Основными статьями рассматриваются удорожание газа на заводах изготовителя. За период, который мы не повышались, увеличился более чем в два раза. Мы планируем проиндексировать заработную плату в рамках инфляции. Далее у нас планируется сотрудничество СТО «Севкосэнерго» организации единого расчетного центра и формирование единого платежного документа. Услугами предприятия пользуются порядка 55 тысяч абонентов. Это жители Петропавловска. Из-за увеличения закупочной цены на газ в прошлом году компания работала в убыток, уверяет Дмитрий Суворов. В минусе 42 миллиона тенге. Вместе с тем уменьшаются и объемы потребления. Сейчас горожане больше пользуются электроплитами, мультиварками и микроволновками. Обсудить повышение цен на газ на публичные слушания Петропавловцев пришло немного. Николай Завьялов с проектом нового тарифа не согласен. Считает, потребители не обязаны оплачивать коммунальные счета предприятия, услуги сотовой связи, банков и прочие расходы. Услуги связи 1 миллион тенге, услуги банка 1 миллион 260 тенге, услуги ЕИЦ 14 миллионов тенге. Откуда такие цифры возникают, непонятно. Коммунальные услуги 3 миллиона 325 тысяч. ГСМ служебный транспорт. Какой стати тариф на нас потребителей мы должны обслуживать ваш служебный транспорт. Пожалуйста, обслуживайте за счет своих доходов. У нас существует 4 бригады обходчика. У нас существует аварийная служба, у нас существуют газовозы. Грубо говоря, что происходит? Идет обходчик, находит утечку на газопроводе. Он каким образом, не используя сотовую связь, может сообщить об этой аварийной, благодаря ситуации, в аварийную службу. Подорожает ли газ на заявленную стоимость? Последнее слово остается за областным департаментом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции. Ведомстве обещают принять решение до конца этого месяца. Кристина Горбаченко, Михаил Казначеев. Новости МТРК.